Ставим на запись. Так, ну еще раз всем привет. Ребята, началось все с того, что зимой я, как и, наверное, многие другие, стала чувствовать упадок сил, произошло какое-то эмоциональное выгорание. Последние два года, ну, мы видим, что вообще происходит в мире. То есть такая турбулентность. Никто не знал, вообще понятия не имел, например, что наступит ковид, что люди будут сидеть месяцами дома, и собаки будут выгуливать людей в наморниках. Никто не мог вообще предположить, что будут такие последствия. Многие люди потеряли работу, кого-то сократили, уволили, кто-то обанкротился, кто-то переболел, кто-то ушел из жизни. Дальше, дальше. Люди многие почувствовали на себе вот эти скачки курса доллара, евро. Многие потеряли деньги в инвестициях. Какие-то стали происходить рейдерские захваты, какие-то стали происходить беззакония, война с Украиной, и мы не знаем вообще еще, что дальше будет. То есть настолько сейчас весь мир трясет, не только нас, что, наверное, нет ни одного человека, который бы остался вот к этому равнодушным, какого бы, чтобы его не тем или иным боком не коснулось. И, конечно, это коснулось и меня. То есть у меня были свои переживания по поводу своей компании. Я тоже очень много боролась, прикладывала сил, были бессонные ночи. И в какой-то момент я почувствовала, что просто я уже поздно ложусь, я не могу нормально высыпаться, я стала хуже выглядеть, я стала, ну, если поздно ложись, а ты, естественно, заедаешь, ты начинаешь набирать вес. И вот, конечно, все это так вот, встаешь вот с такой вот головой, негатив вот, нахлебалось действительно этого информационного яда. И все это как-то вот стало отражаться на общем состоянии. То есть я из ресурсного человека, солнечного человека, мне всегда говорят, Ларис, ты такой мотиватор, ты такая зажигалочка, энергжайзер. И вдруг я чувствую, что я вообще превратилась, в общем, не знаю, мне страшно на себя в зеркало смотреть, я недовольна, у меня нет радости. И я сказала себе, стоп, вообще что-то нужно делать, потому что ты, Лариса, не туда идешь, хватит, стоп. И в этот момент кто-то мне прислал, незнакомый человек предложил йогу смеха в онлайне. Я зашла, хотя вот вообще было не до смеха. Вот сегодня кто-то написал в чате, что я начинаю смеяться, у меня смех приходит в рыдание. Вот я вас понимаю, потому что то же самое, аналогично. Зашла я на йогу смеха, не знаю, за чего, знаете, наверное, как утопающий за соломинку. И когда начинали смеяться, я даже немножко нервничала. Нервничала, и я поймала себя на том, что у меня, да, тоже смех приходит в какие-то рыдания. Ну, наверное, нужно вот это, чтобы все из тебя вышло. Наверное, это нужно. И, знаете, психологи, они говорят, что нужно выкричаться, нужно бить там в подушку, нужно выплакаться. А вот йога смеха здесь, говорят, нужно высмеять все проблемы. И, знаете, в начале было, да, что из меня вот выходила вся эта боль, действительно начинала смеяться. Это было в перемешку с рыданиями. Но это как-то быстро все прошло. И я почувствовала какой-то прилив сил, я почувствовала свежий воздух, вот луч света в таком темном царстве. И я это оценила. И потом я услышала, что есть такой дом радости, где чемпион мира, до этого даже не знала, что существуют международные чемпионаты по смеху, представляете? И здесь я слышу, что в Сочи проходит чемпионат мира по смеху. Ну, я, конечно, уже получив даже в онлайне результат, я туда поехала. Я туда поехала со своей сотрудницей, и мы попали в сказку. Это было нечто. То есть мы просыпались, это была смехозарядка, это были смехотанцы. Мы хокотали, мы не видели ни разу ни одного нахмуренного лица. Все было каким-то волшебным, все было в позитиве. Не хотелось уезжать абсолютно. Я решила еще задержаться, и я прошла тренерский курс у Мити. Совершенно недавно был опять чемпионат по смеху, и Митя тоже в нем участвовал. Ну, представьте себе, когда в основном это были такие страны Америка, Канада, Индия тоже было. Ну, много было различных европейских стран. И, конечно, мы, понимая сейчас вот такую обстановку политическую, когда большинство стран против России, мы были уверены, что Мите не дадут победить, хотя он был лучше, несомненно, лучше. Это были разные задания, посмеяться так, посмеяться, как злодей. Ну, разные смешные были задания. И представляете, вот смех вне политики. Митя, вот совершенно недавно, это прошло, наверное, месяца два, он стал двукратным чемпионом по смеху. Вот просто аллилуйя. Мы так радовались. И показывает флаг России, и играет наш гимн. Ну, просто, знаете, такая гордость была так приятная. То есть двукратный чемпион мира по смеху. Там я проучилась, несколько дней еще тренерского курса, потом месяц в онлайне. Ну, и, конечно, стала фанатом. Фанатом, хотя была всегда за здоровый образ жизни, но, знаете, здоровье – это еще и наши эмоции. И от того, насколько мы будем в ресурсном состоянии, будет зависеть наша физиология. Потому что как бы мы не кушали правильно, как бы мы там не высыпались даже, но если у нас будут какие-то волнения внутри, то все, наша иммунная броня, она будет пробиваемая. И мы часто, наверное, многие замечали. Вот понервничал, потом какая-то там болячка приклеилась, какой-то вирус, простуда приклеились, да, замечали. Ну, вот практически то же самое, наверное, у всех бывает. И когда я почувствовала, что я вернулась такая свежая, полна сил, я уже по-другому как-то смотрела на одни и те же проблемы. То есть я окрепла, у меня выросли крылья за спиной. И я действительно оценила это. И практически параллельно ко мне пришла другая информация. Мне пришла информация, что можно не просто быть тренером по радости, но то, что мне Митя предложил, да, Митя предложил делать то, что он сам делает. Его приглашают в различные, он в Сбербанке выступал, в различных там организациях крупных, потому что сегодня это действительно в тренде. Сегодня йога смеха, вот учитывая вот все, что я сказала выше, это действительно в тренде, потому что, ну, у людей упадок сил, у людей физиологически обесточенный, кто-то переболел, кто-то потерял работу. И вот нужно, нужно как-то вот вылазать из этого сумрака. И Митя, он путешествует и выступает, ездит вообще по разным странам. Ну, не так давно был в Дубае выступал, но вот как раз, когда еще не закрыли это все. И я подумала, да, действительно можно где-то и благотворительно, там, может быть, в детском доме, там, в доме престарелых, можно и где-то платно выступать. Уже стала думать, фитнес-клубок. И тут ко мне приходит такая информация, что, оказывается, существует бизнес, который открыл Владимир Довгань, где ключевым направлением как раз является позитив, является смех. Но я поняла, что это не случайно, потому что ничего случайного не бывает. Вы представляете, практически одновременно две реки в одно море. И практически об одном и том же. Но Владимир Довгань, он пошел несколько дальше. Ну, я немножечко скажу о своем отношении к Владимиру Довгань. Здравствуйте. Хотя Владимир Довгань, это, конечно, достаточно такая масштабная, весомая фигура, потому что он есть в Википедии. Просто так туда не каждый может попасть. Вы можете посмотреть среди известных, значимых людей, кто есть в Википедии, а кого нет. И уже тоже многое станет. Ясно. То есть это люди, которые действительно какой-то весомый вклад сделали для России. За Владимиром Довганем наблюдаю давно. Действительно масштабная фигура, энергизор, очень с большими-большими амбициями. И первоначально, помните, время, когда водку из-под полы продавали, и было очень много сивушных масел, всяких там химии, и много смертей. Помните, когда люди просто травились, умирали из-за того, чтобы было поддельное спиртное. И вот на тот момент Владимир Довгань сказал, я буду выпускать качественное спиртное и распишу своим именем за это качество. И на бутылках со спиртным было написано Довгань. То есть это была его марка, это был его бренд. Этот бренд, конечно, был очень популярным, достойным по качеству и прибыльным. Но, как и любой человек, который изучает тот или иной продукт, он, конечно, тоже изучал свой продукт. Он изучал состав, маркет, винт, шампанского, водки, пиво. Как и любой человек, который занимается любым продуктом, он тоже может рассказать, чем этот продукт хорош. И изучая вот этот состав, он все больше и больше понимал, что даже качественное спиртное, насколько вред приносит организму, насколько влияет на мозг. И что сделал Владимир Довгань? Он решил, что он это свернет и не будет этим заниматься. И более того, он не просто, знаете, покаялся, все это закрыл, хотя это приносило ему, несомненно, прибыль. Но он стал выпускать очень-очень много видео, вы их можете найти на Ютубе, где он рассказывал о том, насколько вредно спиртное. У него были такие выражения, когда человек идет в туалет, он даже выпил бокал шампанского, и все, он идет и мочится своими мозгами. То есть у него такие яркие образные выражения. Знаете, после этого шампанское вообще все, отбило охоту выпивать. И я на тот момент работала в детском доме, то есть это достаточно давно было. И в детском доме, вы понимаете, дети от родителей, которые лишенные прав. А лишенные правы – это кто? Это в основном алкоголики, наркоманы. И вот мне тогда хотелось спасти весь мир. И я высылала им не только рисунки детей, там все об этих детях, но и высылала вот эти видеоролики. То есть вот Владимир Довгань, он для меня уже тогда был таким, знаете, большим авторитетом, весомой фигурой. Я за ним наблюдала. Далее Владимир Довгань открыл компанию Edelstar с такими продуктами наподобие Amway, только это было дешевле, но в основе было качество. То есть для Довганя всегда было качество. Качество первостепенное. Даже когда это было спиртное, это было качество. И здесь, когда он сделал экологически чистые продукты, он хотел стать компанией номер один, но со своими амбициями огромными, масштабными. И он начал это делать. Он понимал, чтобы заполнить рынок и стать номер один. То есть ему нужно было продавать эту продукцию в Америке, в Японии обязательно, в Европе. Ну и с чем он столкнулся? Он столкнулся, что это практически невозможно, потому что японцы сказали, что у нас приоритетным является собственный производитель. Ну и так далее. То есть в разных странах это было сложно, это была сертификация, это практически было невозможно. Он понял, что его мечта не сбудется, это как бы обрезало ему крылья. И он продал эту компанию Фаберлико и стал думать, чем же заняться еще. Ну и так как он, в общем-то, помешан на здоровом образе жизни, на активном долголетии, на том, что составляет ресурсность человека, то он стал изучать жизнь различных долгожителей. Не просто долгожителей, которые там, бывает, кто-то долго живет, но он может лежит парализован, или там, да, как овощ, там, с деменцией, то есть с нарушением памяти. А он именно стал тех людей, которые находятся и в долголетии, и в активном образе жизни, и в полном сознании. Он на это потратил достаточно много лет, объездил много стран, и своим путем приехал, как и Митя. Митя тоже до этого приехал в Индию. У Митя отдельная была история. Хочется много рассказать, но буду на чем-то врезать. И он приехал в Индию и попал к доктору-физиологу, которого зовут Мадан Катария. И именно от него он услышал, что такое йога-смеха и что это дает для организма. И это самое вот ядро, самая вообще сильная такая вот фишка, которая составила вот цепочку жемчужин, которые сейчас внедряет Владимир Довгань. Далее он побывал в других странах, повстречался с другими людьми, и у него было более 200 методик. Из них он отобрал 8 жемчужин, потому что ему хотелось, чтобы это было и для долголетия, для энергии, для радости, чтобы это было для закаливания, чтобы это было для осанки, осанка короля и королевы, чтобы человек себя действительно чувствовал. Далее, чтобы человек мог мыслить правильно, избавлялся от информационного яда, и чтобы мысли были действительно такие, чтобы он как царь природы мыслил правильно, действовал правильно и делал свой правильный вклад в эту жизнь. Довгань очень много говорит о том, сколько вреда человек принес. Но с самого рождения, не специально даже, но с самого рождения столько хлопка вырубается для того, чтобы сделать одежду, столько деревьев вырубается для того, чтобы там те же книги были, столько мусора, отхода от каждого человека. То есть мы нарушаем природу, мы многое в жизни убиваем. И у него появилась такая мечта, что я живу для того, чтобы сделать этот мир лучше. То есть мы должны, если мы и приносим воле-неволе какой-то вред, то мы должны это как-то компенсировать. У каждого человека есть миссия, чтобы прийти в этот мир и сделать его лучше. У него стала мечта не просто, чтобы человек был здоровый. Ну здоровый-то, ну и что? А что ты принес в этот мир? А какое твое предназначение? А какая твоя миссия? И он сделал вот такие тоже жемчужины, где человек учится задуматься о том, какое же предназначение, как его правильно найти, как исполнять свое желание, как владеть своими чувствами, то есть эмоциональный интеллект. То есть появилось отобранных восемь таких классных жемчужин. Ну конечно, когда я об этом услышала, мне это стало интересно, потому что, ребята, я в своем предыдущем проекте уже полгода ничего не зарабатывала, а так как я привыкла зарабатывать хорошие деньги, я уже без этого не могу. Я активная путешественница, много стран объездила, месяцами ездила. Для меня вот быть без денег и просто сидеть, ждать море погоды, но это буду не я. Но я уже не хотела заниматься чем-то, связанным с продуктами. Ну уже чтобы вообще пойти на работу какую-то, ну, во-первых, кто нас ждет, да, и что нам предложат уже в нашем возрасте. Да, с другой стороны, вот я совсем не офисный работник, я не могу где-то там сидеть от звонка до звонка там восемь часов, то есть, ну это уже точно не мое. И до этого два моих проекта, они были связаны уже с работой в онлайн. То есть, я не была связана с продуктом, и я могла зарабатывать, месяц находясь в Таиланде, месяц живя на Бали, там в разных-разных, я полмира буквально объездила, Сингапур и Малайзия, много. И я просто всегда брала с собой компьютеры, проводила вебинары, даже вот из бассейна Марина Бэй в Сингапуре, то есть, много таких, знаете, незабываемых дней, и я поняла, что для меня вот такой стиль жизни, находиться в свободе, это вот мое, мое. Для меня вот очень важно, чтобы это была свобода во всех направлениях, и чтобы это были, была возможность хорошо зарабатывать. А знаете, когда человек не связан с продуктом, когда это какой-то информационный продукт или услуга, образовательный продукт, то на чем здесь экономятся деньги? Ну, понятно, это на сырье, это на упаковке, это на транспорте, на доставке, это на аренде помещения, там, на этом складировании, на оплате работников, которые держат этот склад и так далее, и так далее. И, соответственно, если этого ничего нет, то все гораздо упрощает. И вот Доганин сделал именно такой бизнес, в котором можно прийти в Америку, можно прийти в Японию, можно прийти в любую страну, и сейчас уже более ста стран, которые участвуют в этом бизнесе. У нас совершенно недавно тоже подключились из разных стран люди уже наши ветки. В общем, мне это все понравилось, потому что, знаете, мы много читали, мы много слышали, были на каких-то там тренингах, семинарах, где мы только не были. Вот здесь в основном люди, я знаю, такие прокаченные лидеры, которые уже у кого-то учились и где-то бывали, правильно? Я тоже много училась, я люблю заниматься самообразованием. Последний раз я была, где была? В Турции была. Перед этим с Максимом Темченко полмесяца мы были на Мальдивах, и там были тоже такие жесткие классные тренинги. И знаете, когда ты прокачиваешься там и находишься вот среди таких людей и с таким тренером, и ты вот такая, ты прям вот такая, тебе кажется, ты горы свернешь, и ты приезжаешь, и ты думаешь, что всегда будет такое у тебя состояние, правда? Но день-два, и ты понимаешь, что ты окунулась в прежние будни, и вокруг другие люди, и нет той поддерживающей атмосферы, которая была там. И ты только вот мечтаешь, опять вспоминаешь, тебе это снится, но по факту уже совершенно не то. И время от времени именно люди должны ездить, чтобы, знаете, как телефон подзаряжать, как батарейка, нужно где-то подзарядиться, чтобы вот быть в этом ресурсном состоянии. Все знают, вроде бы, что и зарядку полезно делать, все знают, что мысли должны быть хорошие, добрые, все там много что знают, все такие прокачаны, а в результате, в результате мы пожинаем то, что есть. У кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то проблемы с настроением, с бизнесом, ну и так далее. Ну, в общем-то, почему? Потому что это не стало нашим образом жизни повседневного, это не стало нашей привычкой вот такой, как зубы почистить. И что сделал Владимир Довгань? То есть у него возникла такая идея, чтобы мы стали продуктом своего продукта, чтобы не просто мы там нам напомнили, а вот полезно то, а вот полезно там, допустим, вливаться водой, а чтобы мы это внедрили в свой образ жизни, на уровне привычки, и чтобы мы сами это несли людям. И когда ты это несешь, когда ты это рассказываешь, когда ты это запечатываешь себе уже на подсознание, ты этим живешь, ты это выполняешь, когда ты в постоянном поддерживающем окружении, а у нас здесь каждый день мероприятия, когда тебя поддерживают чат, когда ты высылаешь там свои домашние задания, как ты облился, как ты выполнил то или иное упражнение, то есть ты вживаешься в это. 21 день формируется привычка, а если у тебя бизнес вот такой, представляете, когда ты каждый день должна быть примером. Вот у меня пришла в гости моя бывшая воспитанница из детского дома, Мальвина, здесь ее многие знают, вот она видела, я встала, я там три ведра на себя вылила, вообще проснулась я от смеха, представляете, вот уже эндерфины, гормоны радости, они уже так вот заполняют тебя, и вот снился какой-то смешной сон, не так, как раньше, снился смешной сон, и я проснулась, сама себя разбудила от смеха, представляете, как вообще здорово, когда ты вот ведро на себя выливаешь, и ты смеешься, когда ты чихнешь, и ты смеешься. Вот нам в жизни этого так не хватает, потому что действительно люди, посмотришь на улицы, они многие такие ходят понурые, сумрачные там, в своих проблемах, если ты кому-то улыбнешься, ну тебя даже не всегда правильно поймут. Вот Митя, наш чемпион мира по смеху, скажу несколько слов, человек, который имеет три высших образования, который достаточно продвинутый выступал на телевидении, достаточно творческий человек, и тоже там в силу каких-то обстоятельств произошло эмоциональное выгорание, и он потерял интерес вообще, он не знал свое предназначение, он не знал, чем заниматься, ему ничего не было интересно, и как-то он увидел ролик, вы, наверное, его многие видели, помните, когда в вагоне едет мужчина, что-то там, не знаю, в телефоне прочитал, увидел, не знаю, начинает хохотать, громче, громче, и люди вначале косятся, а потом этот смех заразительный произошел, да, у второго, у третьего, у пятого, и по цепочке, то есть образовались нейронные связи, отзеркаливание, и уже хохотал весь вагон. Кто видел такой ролик? Никто не видел? Ну, вы даете, я могу скинуть. Видели, да, Лариса, видели. Да, и вот он, знаете, зажегся этим феноменом и стал изучать вообще, что такое йога смеха, и он увидел, что в России это еще не развито, что это еще в зародочном состоянии, и представляете, что он сделал? Он нашел основателя, вот доктора-физиолога, о котором я сказала, да, и поехал в Индию. Он поехал в Индию, он лично с ним познакомился, лично у него прошел обучение и стал амбассадором йоги смеха. То есть он сегодня организовал Дом Радости, туда приезжают люди, скажу так, что все какие-то вот необыкновенные, все творческие, вот непростые, какие-то известные певцы к нему приезжают, музыканты, кто-то там поэтесса сочиняет, кто-то там практик по телесным, там каким-то там практикам, да, практик по телесным практикам, там арт-терапия, то есть много такого, каждый приезжает и какой-то свой вклад оставляет, у них там и стены все расписаны, и поделки какие-то сделаны, там из макраме, из дерева, ну классно так вот, действительно сказка. И он забрал свою маму, года два назад у него умер отец, и у мамы на нервной почве началось что-то с желудком, и в общем мама себя достаточно плохо чувствовала. И когда Митя ее забрал к себе, то есть она начинала участвовать во всех этих практиках. На сегодня вы ее видели, это вообще самая, наверное, веселая женщина, которая по утрам с палками и рисует она, и танцует, и веселый, жизнерадостный человек. Вот посетила я такое мероприятие, я поняла, что это не случайно, я поняла, что и Владимир Довгань ко мне пришел не случайно, знала я о нем и прослеживала не случайно. И знаете, вот здесь каждый человек, я так понимаю, спикер, любой человек, который когда-то проводил презентации, какие-то мастер-классы, который был там тренером, презентатором, вот это наше, потому что нам Бог дал такой дар, как говорить. Ребята, если закончится, отключится, мы просто по этой же ссылочке переходим сразу, хорошо? Вот Бог дал такую возможность говорить, и мы можем выражаться, мы можем на больших сынах так же путешествовать, так же и вот нести это всему миру, нести это добро, нести этот свет, нести эту радость, эту гармонию. И я считаю, что это очень классно, потому что у йоги смеха, у нее есть вот таких три глобальных задачи, вот сейчас у нас закончится, я уже в следующем видео расскажу, три глобальных задачи. И мне очень импонирует то, что вот задумал Владимир Доган, так же мне понравилось, что это все официально, легально, потому что уже обожглась, уже понимаю, что последствия могут быть разные, и мы всегда несем ответственность, и наше незнание нас не освобождает от юридической ответственности, поэтому очень важно, чтобы человек сразу безопасил свою компанию, своих сотрудников на юридическом уровне, чтобы это была лицензия, чтобы это было все продумано, и здесь люди являются предпринимателями, и здесь все законно. Вот для меня это тоже очень важно, я думаю, что для многих из вас тоже. Если говорить о самом бизнес-плане, то он линейный, то есть это не матрица, это не бинар, то, что часто используется в хайпах, это матрица, это накопительный маркетинг, что очень радует, потому что мы знаем компании, где бывает такое, все обнуляется, и ты начинаешь опять крутить педали, и тут у тебя может быть там значок, что ты там сделал там 21%, допустим, да, а по факту, ну вот как пройдя такое время, как сейчас мы проходили, и естественно у многих был спад, и ты можешь получить 3%, 6%, хотя у тебя тут 21%, то есть заново, заново, ну это вот как-то совсем, знаете, рамки такие, вот здесь маркетинг, вы его отдельно потом услышите, я сейчас не ставлю целью рассказывать маркетинг, мне его нужно тоже самое еще выучить, да, но то, что здесь именно линейный маркетинг, здесь человек получает достойное вознаграждение, очень хорошие деньги, вот которые я увидела, меня прям вот, знаете, очень зарядили, я увидела Наталью Ветрову, это тоже была случайно, это вообще отдельная история, как я попала вообще на эту встречу, и я услышала Наталью, такую симпатичную девушку, эмоциональную, которая говорит от сердца, которая цитирует Библию, вот знаете, ее встреча была похожа на проповедь, мне понравились те вещи, которые она говорила, она говорила правильные вещи, и я подумала, ну вот знаете, пастыри, они несут свет, несут добро, знание Библии, но это для них и работа, два в одном, и это классно, когда ты несешь добро, это еще для тебя работа, и я увидела Наташу, как вот бизнес-пастыря такого, если так можно выразиться, а потом еще Наталья сказала, что она за первый месяц заработала 5 тысяч евро, вот с нуля начав, она всего лишь вот пришла в этом году, и начала просто с методики, в январе месяце, и первый месяц это было 5 тысяч евро, за первые 2,5 месяца, за первые 3 месяца она заработала 2,5 миллиона, опа, думаю, неплохо, то есть мне все подошло, знаете, подошел Довгань, подошло, что здесь работа без продукции, что не поливаешь, Валентина, выключи, выключи микрофон, вот здесь, что вода у тебя брать отсюда, Валентина была, зачем-то далеко носишь, и, и то, что здесь вот такие вот хорошие зарплаты, то есть что можно работать в онлайн, и практически Наталья, она построила большую структуру, у нее люди из Казахстана, из разных стран, и практически она их и никого не видела, я сама узнав, что она в Шахтах, мы дважды к ней съездили, с друзьями, в гости, потом она сюда приезжала, многие ее видели, да, но вот факт остается фактом, ребята, здесь многие, являясь спикерами, уже могут, знаете, взять из этой методики то, что считают нужным, сделать это классно, круто, пропустив через призму своего видения, то есть мне очень нравится, что это творческая работа, то есть если, допустим, какой-то продукт я рассказывала, ну вот я когда-то работала там торговым директором в центре, ну тут именно рассказываешь вот устройство кастрюли, да, например, там термотраллер, там дно, как там ручки не нагреваются, то есть ты рассказываешь, или там пылесос как устроен, или после любой там продукт, пищевая добавка, ты рассказываешь вот то, что есть, да, здесь, представляете, одну и ту же тему вы можете рассказывать через призму, допустим, Библии, там, другой раз через призму своего опыта, третий раз там у вас там еще какой-то случай или с вашим клиентом произошел, или вы книгу какую-то прочитали, и вы можете нести вот это добро, эту радость, это счастье, эти знания, каждый раз давая одну и ту же тему совершенно по-новому, по-разному, то есть мне это очень интересно, потому что я тоже творческий человек, я начиная в детском доме была, постоянно писала сценарии, получила отличник народного образования, детский дом стал образцово-показательным, я там организовала цирковую студию, и везде, в общем-то, вот мне было интересно организовать какие-то такие интересные мероприятия, последний раз делала такой финансовый квест, тоже вот сама придумала, и так результативно, классно прошло, поэтому я уже вижу, мне уже хочется здесь действовать, но я понимаю, сейчас лето, я тоже там с малыми уеду на море, потом в Турцию, но вот с сентября месяца, когда уже все вернутся с отпусков, дети вернутся с каникул, все будут на месте, мы тоже начнем такие классные мероприятия делать, уже есть такие вот идеи бомбические, в общем, это все здорово, может быть, у кого-то еще есть вопросы, пока тут еще немножко у нас времени есть, и как оборвется, мы уже перезайдем, у нас будет уже чисто занятие по йоге смеха, может быть, кто-то хочет что-то спросить, Райхана, или ты, может быть, что-то еще там добавишь, да, мне, знаешь, чувствую меня хорошо, просто я тут еще с ребенком, и многие, наверное, тоже задают вопросы, может, для вас все понятно, да, это нормально, знаете, я лично сама сегодня буквально попробовала продукт, первое упражнение, вот мы что-то покажем, да, сегодня, Лариса, из первого упражнения, с того, что ты говорила, и я вообще к смеху сейчас, ну, отношусь сегодня, по крайней мере, совсем по-другому, потому что, это вообще может быть инструментом исцеления, и сегодня у меня моя подруга очень близко, у нее угроза, она беременная, и у нее, она уже с угрозой, и она в таких негативных, немножко эмоциях, потому что беременная, да, еще навалок, диагнозы идут, и она там очень хочет, конечно, с мужем все это сохранить, и наша смеха йога, вот сегодня, да, просто дело, благое делать для нее, мы потом с ней смеялись, и у нее в состоянии такие слезы, и, ну, я понимаю, что это нормально, да, это не такой-то сон, я понимаю, что это очистка идет, и тут же вовлага, я и скинула короткий ролик про смеху, и улыбалась, и скинула несколько наших видео, там буквально они от 30-40 секунд, и как мы просто ржали, по-другому, что не скажешь, и где-то она что-то слышала, и она мне шьет фотки, как она лежит и улыбается, я говорю, выполняет мое задание, вы что-то вы исполняете, как вы что-то делаете, я говорю, смотри, приходи в наш офис, и это сегодня, методика повышает нашу эффективность в разных сферах, и все, как мы приглашаем сегодня, да, вы, ну, поймите, ну, правильно, только правильно, прошу вас, что, мы вот несем, да, кто-то, компания, живая, живая, кто-то еще, где-то, каждый, компания, люди, и они получают просто личную эффективность для себя, поднять присутствую это состояние, многие дизланты не знают, и что я лично здесь делаю, я оказалась в такой зоне, кто-то ее бы назвал турбулентой, да, турбулентой, только для меня это трамплин, я очень благодарна этой ситуации, потому что я познакомилась с методикой, о которой мечтала очень давно, и которая называется квантовый прыжок, то есть,